Виртуалити Привет, меня зовут Макс Васильев и это программа Виртуалити За полчаса вы узнаете обо всем самом новом и необычном из мира видеоигр и компьютерных развлечений Всего несколько дней отделяет нас от официального анонса игры от компании LucasArts и BioWare Наверное, это одна из самых секретных разработок за всю историю Потому что ни один смертный не видел ни скриншотов, ни трейлеров, ни банального описания Правда, что-то подсказывает, что это будет многопользовательская онлайн-РПГ во вселенной Катор Но время покажет О проектах, менее секретных, но не менее интересных, в новостях Военно-морской симулятор Battle Stations О великих битвах на Тихом океане разродится продолжением В центре внимания Battle Stations Pacific окажется небольшой островок Мидуэй Вблизи которого произошло одно из решающих сражений Второй мировой Устрашающие линкоры, громадные неповоротливые авианосцы, юркие истребители, медленные торпедоносцы и даже фанатичные камикадзе Все это слилось в один комок нервов из стали посреди бескрайнего морского полотна Под контролем игрока окажется все, что только может плавать и летать Начиная от палубной авиации и заканчивая японскими мини-подлодками И то, что пока скромно называется симулятором, станет самой масштабной сценировкой морского сражения За всю историю существования видеоигр Совсем немного осталось до выхода логической ролевой игры Galactrix Те, кто играл в ее предшественника, пазл-квест, должны помнить, что он поглощал свободное время сутками, как заправская черная дыра Теперь такое сравнение станет еще более буквальным Ведь Galactrix — игра про космос А это значит, что ее герои пересядут с ездовых пауков на космические корабли И вместо заговоренных секир возьмут в руки лазерные пушки Вместе со сменой декораций чуток изменится и правило А в остальном это все тот же пазл-квест Головоломка с сюжетом, ролевыми играми и длиной в пару месяцев Можно не сомневаться, совладать с ее соблазнами Можно будет так же просто, как продавать мороженое на солнце Близка к завершению разработка шутера Shellshock 2 Blood Trails Четыре года назад оригинальный Shellshock показал войну такой, какая она есть на самом деле Жестокость конфликта во Вьетнаме без излишнего пафоса Зато с массой анатомических подробностей приоткрыла глаза геймеров на те далекие события Сиквел продолжит знакомить игроков как со зверствами американского спецназа Так и с методами войны вьетнамских партизан Такими как ловушки с колями, противопехотные мины и многое другое Shellshock впервые и пугающе достоверно изобразил не абстрактное насилие А вполне конкретные исторические события Для тех же, кто далек от событий вьетнамской войны Blood Trails станет просто очередной добротной тактической стрелялкой Еще одна отличная новость Похоже, съемки фильма по легендарной «Хало» продолжатся Для тех, кто забыл о существовании такого факта, напоминаю Пару лет назад Питер Джексон начал работу над экранизацией с большим размахом И, по-видимому, размах был не меньше, чем у «Властелина колец», потому что денег не хватило Вторая попытка экранизировать мастера Чифа обещает быть более удачной и менее затратной За сценарий взялся Стюарт Битти, работавший над киноверсией Gears of War Все идет к тому, что через пару лет мы точно увидим лицо самого мастера А в нашей стране тоже не отстают от западных коллег Теперь и мы снимаем фильмы про игры и геймеров Огромный заводской цех в центре Москвы обращен в лагерь террористов Густой дым на фоне создает необходимую глубину кадра А дымящийся в чане плов – видимость жизни А вот и сами террористы репетируют очередную сцену Тем временем в другой части павильона отрабатывают следующий эпизод Так выглядит типичный съемочный день фильма «Геймеры» Возникает вопрос – о чем же этот фильм? И при чем тут, собственно, геймеры и компьютерные игры? Слово киношникам Фильм о компании ребят, которые играли и играют в компьютерные игры Суперартисты Да и машин был, выключите Слово режиссера Ролей у нас шесть получается Пять парней и одна девушка Ну, они такие все, они все как бы центральные Нельзя сказать, что здесь это главное Ну, ребята поиграли в компьютерную игру И стали владеть сверхреальными возможностями То есть ребята, получив эти способности, начинают Никогда не держав в руки оружие, начинают там Не прицеливаясь попадать Бегать, двигаться, валить Серьезных противников убивать Я думаю, многие геймеры об этом мечтают Получить те же умелки, которые есть у них в кнопках Себе в руки в настоящую жизнь Тогда, может быть, их жизнь изменилась бы Вот мы хотим показать, как может измениться их жизнь В фильме будет фигурировать гоночная серия Need for Speed И еще несколько знаковых произведений игровой индустрии И все же главным источником вдохновения стал легендарный Counter-Strike Несколько сцен даже специально будут сняты так Чтобы зритель подумал, что находится внутри игры На тебя смотрит кто-то Не сам ты с ружьем Ну, такие будут места Бывает, ну, там, будет когда прям крупный план ружья И, ну, прям как в контре, да? Такие штуки все Стрельба Посадки Смерти Ну, интересные съемки Ну, у меня не было таких съемок Насыщенных Кроме восходящих звезд В картине засветятся и многие известные актеры Игорь Скляр, Виктор Вержбицкий, Дмитрий Певцов Выход фильма запланирован на зимние каникулы 2010 года В это время реальные игроки как раз покончат со своими экзаменами Или текущей работой И смогут вдоволь наиграться А заодно сходить в кинотеатр Увидеть свое отражение на большом экране Все-таки нечасто жизнь простых геймеров становится темой для большого кино Стоп Далее в программе Doom 4 выйдет только на Nintendo DS В Sacred 2 засветилась Ксения Собчак Обнаженная грудь поднимает популярность органа Это Виртуалити Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений В ноябре самая сексуальная женщина игрового мира Вновь порадует нас своими... Своими приключениями В середине ноября выйдет Tomb Raider on the World А владельцам Xbox 360 повезет больше, чем остальным игрокам Они получат два эксклюзивных дополнения И это несправедливо Каждому геймеру полари Надеюсь, что те, кто нужно, меня услышал Выпуск продолжают новости Украинские игры продолжают радовать российского геймера Вслед за горячо обсуждаемым сталкером Состоялся релиз еще одного экшена-коллапс Впрочем, между этими играми очень мало общего Если не считать апокалиптический мир С аномалиями, разрушенным городом, бандитами и мутантами Главный герой коллапса, эдакий кибер-эрокес по имени Родан Расследует смерть отца И вот ради этой благородной цели Ему приходится убивать буквально на каждом шагу Причем в роли жертв выступают существа, пугающе похожие на людей Особенно тяжко приходится боссам Из которых главный герой буквально выбивает душу В общем, за будущей игровой индустрией, породившей коллапс Можно не беспокоиться Наконец-то вышло золотое издание классической игрушки Мэджести Для тех, кто в свое время ухудрился ее пропустить, напоминаем Это стратегия, где нам дают примерить корону правителя сказочного королевства Но не обманывайтесь раньше времени Об избыточной роскоши, праве первой ночи, а главное, абсолютной власти придется забыть сразу Подданные будут шататься по королевству, как непрекаянные И делать все, что угодно, но только не выполнять приказы И лишь жажда наживы сможет заставить мага вылезти из своей неприступной башни А воина из эльфийского борделя Кстати, ворчание первого и бодрый клич второго в золотом издании звучат на чистом русском языке Кроме того, там присутствует дополнение The Nothren Expansion, славящийся своей запредельной сложностью Если современные игры кажутся вам слишком простыми, попробуйте За родину, за Сталина Истошь народ бойцы невидимого фронта Из только что вышедшего стелс-экшена Диверсанты-3 И не важно, что вокруг бродят патрули фрицев А звуки в предрассветной тишине летят за километры В Восточной Пруссии обосновался, говоря по-современному, советский спецназ А это значит, что на протяжении 10 миссий Игрока заставят продемонстрировать все таланты рыцаря Плаща и Кинжава В идеале, будущая Калининградская область Должна полностью освободиться от всех секретных объектов рейха Немецких солдат и техники И все это силами одного взвода диверсантов Главный козырь игры, по сравнению с двумя предыдущими частями Это полная разрушаемость всего и вся Любой разрушенный объект можно использовать как укрытие Но так как патронов всегда как грязи Можно вспахать и всю игровую карту целиком Так, из спортивного интереса Еще одна игра, которая совсем недавно вышла Заслуживает отдельного рассмотрения Первый взгляд на Секрет 2 в рубрике демо Итак, без лишних предисловий отправляюсь за главное меню Тут на выбор 6 персонажей Крылатая Серафима Гламурная Эльфийка Активистка Гримписа Древнеегипетский Анубис Терминатор Древнегреческий Печник И однояйцевый близнец императора Палпатина из Звездных Войн Помните? Не раздумывая, беру Серафиму По информации из надежных источников В первой части ее брало 80% игроков мужского пола Моя подопечная начинает с того, что отдает почести небесному покровителю Как-то... как-то дежурно молится своему божеству девице И вообще, служительница храма выглядит, ну в лучшем случае, как храмовая проститутка Ну, неважно Проведу эксперимент, раскидаю вокруг нее вещи, а потом заставлю собрать Видите? Видите, какой ракурс? Нет, в игре есть функция моментального сбора предметов Но зачем? Зачем лишать себя такого удовольствия? Далее открываю интерфейс и изучаю ее возможности Увы, из всего, что есть на девушке, снять можно только шлем и крылья Это вам не 18+, конечно Но зато надетый на Серафиме прикид выдает неявную модницу Одни каблуки чего стоят? Вы только посмотрите, какие следы она оставляет на земле Ой, видела бы сейчас эта активистка из Гримписа Посмотрите, какой милый зайчик! И даже не убегает никуда Однако в Сахаре 2, на удивление, не пуганные зайцы О, и лоси тоже И это после того, как я на их глазах зарубил дикого кабана в сочный розовый окорок? Ну да ладно Только моя крылатая вышла на дорогу Как откуда ни возьмись, появились ухажеры с большой дороги По-моему, самое время обратиться за помощью к своему божеству Как мы видим, в этой глуши с правами женщин дела обстоят Не очень Но зато магия работает отменно У реки мне довелось наблюдать сценку из сказки «Белоснежка и семь гномов» Шесть, пять, четыре Все, нет больше гномов Зато теперь есть свежие обновки Пора немного прикинуться Не ходи же целый час в одном и том же Вот этот розовый капюшончик, пожалуй, подойдет Угу Далее мы с моей модницей забрели в лесную деревеньку Странное, скажу я вам, место За домом на столе мертвая кошка лежит Мужик во дворе целый день пилит одно и то же бредно Но зато торговля идет бойкая Надо бы отовариться, кстати Странный звук, когда вы с торговцем разговариваете Слышите? Как будто машина заводится Или может мне показалось? Да нет Вроде еще раз попробовал Точно не заводится Ладно, пора отсюда сваливать, потому что еще 209 уровней набрать надо Первый сакрит был такой огромный Что говорят, люди его до сих пор проходят Я представляю, что будет во втором Разработчики утверждают, что тут 800 квестов И 6 часов нужно для того, чтобы всю карту обойти от края до края В общем, как вы поняли, я пропал Ну а о какой игре я расскажу вам в следующий раз Вы узнаете в следующий раз Далее в программе Doom 4 выйдет только на Nintendo DS Обнаженная грудь поднимает популярность органавтов Это виртуалити Мы вернулись На семейной консоли Wii скоро появится игра Где вы сможете побыть презервативом Сомнительное, конечно, удовольствие Полюбуйтесь Платформер называется Boings И рассказывает о нелегкой судьбе Маленьких разноцветных резиновых инопланетян Но вот вопрос К чему такое сходство? В игре вам предстоит собирать пазлы И лазить по канатам в поиске выхода из уровня Чего еще необычного происходит в мире видеоигр? Узнаем прямо сейчас из новостей Дынь Это завораживающее слово Вновь и вновь всплывает в игровой индустрии В этот раз к волшебному средству Прибегли создатели экшена Rise of Argonauts На официальном сайте игры Появилось три арта фривольного содержания Страстно призывающие геймеров Насладиться игрой Обнаженная девица Срисована с Алексим Вайс Обладательницей здоровенных титик А по совместительству Бывшей кибердевочке 2006 По выбору журнала Playboy Можно не сомневаться Что после демонстрации этих картинок Обязательно подскочит и вверх Продажа игры И вот только до сих пор неизвестно Появится ли это очаровательная рожевласка В самой игре Или это всего лишь рекламный ход Но, как говорится, надежда умирает Последний Как заявил недавно Джон Кармак Основатель ID Software Культовый боевик Doom 4 Выйдет эксклюзивно для Nintendo DS По словам Кармака Именно сенсорный экран консоли И стилус Позволят реализовать Особенности игры Задуманной много лет назад Выяснилось, что легендарный программист Мечтал о чем-то подобном Еще в процессе создания Doom 2 Однако, 10 лет назад Сенсорные экраны Еще считались фантастикой Впрочем, предвидя истерику Со стороны компьютерщиков Кармак добавил, что Вероятно, игру портируют на PC Через какое-то время После релиза на DS О дате выхода игры И других вероятных платформах Пока ничего не известно Пока вся страна Оживленно обсуждает Нуарный боевик Max Payne Геймеры ждут Третьего пришествия Мстительного полицейского На экраны мониторов И не было о Max Payne 3 Ни слуху, ни духу Пока аккурат к выходу фильма Сотрудники британского журнала Xbox World 360 Не побожились, что Разработка этой игры Идет полным ходом И именно скорый выход Киноленты Должен поднять Новую волну интереса К жизни копа Умеющего тормозить Ход времени Ну а так как выход Фильма только что Состоялся Оно с игры, нам полагать Нужно ждать Со дня на день Чтобы хоть как-то скоротать Время ожидания Max Payne Предлагаю отправиться в Рим Тем более, что там мы еще Не были Что такое Италия Ватикан Высокая мода Пицца и паста Но самое главное Это Сумасшедшая Безбашенная любовь к футболу Неудивительно, что компания Konami Выбрала эту страну Для проведения Седьмого чемпионата Европы Про Эволюшн Сокер Про Эволюшн Сокер Футбольный симулятор И прямой конкурент Знаменитой игры FIFA Увидел свет в 2001 году И сразу заслужил популярность Среди геймеров Уже на следующий год Была создана Профессиональная лига PES Которая начала проводить Ежегодные чемпионаты Европы Ирландия Франция Испания И вот теперь Италия В Рим съехали Самые сильные игроки В PES Немцы Бутчер и Вайт Итальянец The Legend Да и наша сборная Была представлена Достойными спортсменами Алексей Санрайз Которому нет еще даже Восемнадцати С легкостью выигрывает Один российский чемпионат За другим У Олега Виллиана Тоже было что Противопоставить соперник Ребята Ну что Как настрой Отличный Но на победу Ну отлично Надо играть Выигрывать В победу наших ребят Хотелось верить Оптимизма добавляла И победа в турнире По реальному футболу Который состоялся За день До чемпионата PES Даже знаки Встречающиеся То тут То там Намекали на наш успех Все-таки Чувствуешь себя В Италии Частью чего-то Большого Возвышенного Огромного Но иногда Так приятно Почувствовать Запах Родины И вот Наступил День чемпионата Вот оно Поле брани Место Где через 15 минут Будет по-настоящему Жарко 30 лучших игроков Европы В Pro Evolution Soccer Начнут борьбу За звание Чемпиона Континента Специально приглашенный Популярный Итальянский Комментатор Провел Жеребьевку Нашим ребятам Достались Четверки С очень Неудобными Соперниками В итоге Ни Алексей Ни Олег Не вышли Из группы Дальнейшие Матчи Сюрпризов Не преподнесли И финал Ожидаемо Оказался Чисто Немецким Бутчер Действующий Чемпион Мира И Вайт Лидер Немецкой Команды Показали Красивейший Футбол Полный Драматизма Эмоции Порой Выплескивались Через край Но все-таки Бутчер Сумел Справиться С волнением И одержал Очень трудную Победу Сегодня у тебя Великий день Да, конечно Это великий день После чемпионата Мира по ПЭС В Париже Где я занял Первое место Я стал Чемпионом Германии И вот Сегодня я стал Еще и Чемпионом Европы Клево Теперь у меня Все титулы Смотрите MTV Россия И играйте Про Эволюшн Сокер На сегодня Все Не пропустите Виртуалити На следующей Неделе Ведь только У нас Вы сможете Увидеть Демо-обзор Еще не вышедшего Far Cry 2 Узнать Все ли Обещания Разработчики Воплотили В жизнь Почему Фильм По игре Показали Только В Германии И многое Другое С вами был Макс Васильев Увидимся На следующей Неделе Пока Продолжение следует... Продолжение следует...